Привет, мои золотые! Сегодня очень необычное видео и незапланированное, но я кое-что нашла в интернете. Кое-что про себя. Я нашла тест на Афинку. Ну, точнее, тест, насколько хорошо ты знаешь Афинку. И я такая думаю, ого, это кто-то настолько хорошо меня знает, что создал тест для того, чтобы тестировать других, как хорошо они меня знают. Нужно и мне пройти тест, насколько хорошо я знаю себя, по версии этого теста. Я без вас не проходила, хотя руки чесались, но думаю, нет, успокойся, возьми себя в руки, поставь камеру и только тогда проходи тест. И вот я с вами, и сейчас мы будем вместе проходить тест. Надеюсь, вы заинтригованы так же, как и я, так что давайте приступим. Так, сейчас я открою этот тест. Так, вот он тест, специально для подписчиков Афинки Диайвай, насколько хорошо ты знаешь Афинку Диайвай. Так называется тест. Тут есть небольшое предусловие. Специально для подписчиков Афинки Диайвай всем советую перейти на ее канал на ютубе Афинка снимает диоподелки, которые я очень люблю, но это не важно. Как это не важно? Важно, конечно. Это хорошо, что ты любишь мои поделки. Снимает проверки рецептов, всяких вкусняшек и делает рубрику вопрос-ответ и иногда смешные видеосценки. Это типа скетч, я так понимаю. Всем советую ее канал, а называется он, повторюсь, Афинка Диайвай. Прям стихи. Извините за ошибки, я делаю тесты на телефоне, поэтому могут быть опечатки. Ничего страшного. А, кстати, поэтому могут быть отпечатки. То есть тут уже отпечатка, отпечатки, в общем, не важно. Какая разница, есть тут опечатки или нет? Первый вопрос. Интересно, насколько я хорошо знаю себя. Простенький вопрос, ответ на него знает любой подписчик. Как зовут Афинку Диайвай? Как зовут меня? Настя. Что за голубой вопрос? Афинка, конечно же. Наташа. Алина. Что бы выбрали вы? Кстати, пишите в комментариях свои варианты ответов на все вот эти вопросы. Мне будет очень интересно, столбик пишите и я потом буду читать. Ну, я, конечно же, знаю, как меня зовут и я выбираю правильный ответ Алина. И сейчас такие в комментариях. Ого, ее зовут Алина. Ого, ничего себе. Ну, слушайте, я же уже на ютубе 4 года. Я же уже не раз говорила, что меня зовут Алина. Неужели еще кто-то не знает, что меня зовут Алина? Я не знаю. Ладно, вопросы посложнее. Любимое животное Афинки? Ух ты. Мое любимое животное? Я сама не знаю, какое мое любимое животное. Так, откуда мне знать? Да, этот как раз ответ я как раз и думаю. Так, откуда мне знать? Котики, единорожки, собачка, ня. И котиков я люблю, и единорожков люблю, и собачек люблю. И что мне выбрать? Всех люблю. Ну, сложный вопрос. Наверное, единорожки. Да, единорожки. Да они же такие милашки. И я недавно круг себе купила в виде единорожка. Если вы видели мое видео с Кипра, то вы видели, какой классный у меня единорожек, мой друг новый. Так что единорожки есть. Как зовут любимого мужа Афинки? Хм, как зовут моего мужа? Аааа, пап. Это что такое? Аааа, пап. Как вы считаете, что это? Ладно, второй вариант. Евгений, потом Виктор, Владимир, Виталий. А где вариант эльфик? Я не понял. Где вариант эльфик? Эльфика тут нет. Как же так вообще? Ладно, все мы знаем, что его зовут Виталий. Кстати, самый последний пункт, чтобы ввести в заблуждение вас всех. Четвертый вопрос. Сколько лет Афинке? 2017 год. Ой, ну это же и так неприлично. У девушки спрашивают, сколько лет. Ну, в самом-то деле. И тут масса вариантов ответов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять вариантов ответов. 21, 23, 26, 22, 25. Люди, вы ее лицо-то видели? Да ей 16. Вот этот ответ мне нравится. 24, 20, 27. Короче, правильный ответ. Люди, вы ее лицо-то видели? Да ей же 16. Вот это правильный ответ. Всем советую его выбирать. Дальше. Лимонад или сок? Ну, любит Афинка, конечно же. А Афинка любит всего и побольше сладенького. И лимонад, и сок. Так, варианты ответа. Сок, лимонад, ты уже достала. Да нет, солнышко, ты еще не достала. Все нормально, только пятый вопрос. Так, сок или лимонад? А что вы предпочитаете? Сок или лимонад? А я... Ну, если так вот порассуждать, знаете, типа, если показаться вам такой хорошей, правильное питание, там туда-сюда, ну, полезнее, наверное, сок, да? Еще и свежевыжатый. Но все мы знаем, какая я сладкоежка и какие я макдональдсы посещаю через день. Вот, поэтому я выберу лимонад. Ну, он же вкусненький, он же сладенький, он же... Он же такой вредный. А все, что вредное, то я и люблю. Лимонад. Следующий вопрос. Малина или клубничка? Нравится Афинке? Первый вариант. Вопросики, 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 вопросики. Не знаю, что бы это значило. Второй вариант. Клубничка. Третий вариант. Малинка. Ну, клубничка. Да, малинка тоже вкусная. Но клубничка вообще просто вне конкуренции. Вот честно вам сказать. Клубничка. Даже и выбирать не буду. Малинка, да. Она вкусная, она полезная. Особенно малиновое варенье, когда ты болеешь зимой. Ой, вкусняшечка, вкусняшечка. Но согласитесь, когда начинается сезон клубники, это просто объедение. Обожаю, когда начинается сезон клубники. А я снимала видео, какие-то десерты с клубникой. Мне кажется, я снимала. По-моему, мне не 16, а у меня уже склероз. Я не помню, снимала я видео про клубничные какие-то десерты или нет. Но если я снимала такое видео, я вам ссылочку оставлю в описании. Боже, склероз. Какие 16? Так, следующий вопрос. Любимый цвет нашей осинки? Ой, ну это вообще сложный вопрос. Я сама не знаю, какой у меня любимый цвет. Желтый, голубенький, красный, розовенький. Ну, розовенький. Ну, розовенький. Какие могут быть вопросы? Розовенький, конечно. Ну, кстати, я красный тоже очень люблю. И вот мне кажется, даже красный может быть мой любимый цвет. Но розовенький, ну, блин, это вне конкуренции. А можно два варианта выбрать? И красный, розовый. Ладно, пусть будет розовый. Это ж няшный, девчачий, розовенький. Когда день рождения осинки? Вот интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять вариантов ответов. Ого. 31 марта, 31 июня. Хнык, хнык. А, это типа, если кто-то не знает, он может нажать этот вариант ответа. Потом 31 февраля, 31 мая, 31 апреля, 31 июля, 31 августа, 31 января. Ну, вариантов как бы много. Но тут из этого теста ты понимаешь, что финки день рождения 31 числа. Это уже однозначно. Но вот какого месяца? А месяца июля. Вот. Ну, я-то точно знаю, я же родилась в этот день. Мне еще, знаете, эльфик иногда спрашивает, какой-то там календарь заполняет или что-то. А, он такой, зая, сколько в июле дней? 30 или 31? 31. И я такая, ты че? У меня 31 июля день рождения, ты у меня спрашиваешь, сколько в июле дней? Это нормально вообще? У меня от возмущения, я просто не знала, что ему сказать от возмущения. Как ты можешь спрашивать, сколько в июле дней, если 31 у меня день рождения? А ты обязана об этом знать и дарить мне подарки. Вот так и живем. Следующий вопрос. Так. О, так он уже предпоследний. Мы так быстро прошли тест. Глубый вопрос. Глубый? А, глупый. Ну, опечатки уже предупреждали нас. Глупый вопрос, но очень глупый. Сколько золотых кнопок у Афинки? Ну, почему глупый? Ну, все же знают, сколько у меня золотых кнопочек. Первый ответ. Автор, ты че? Автор знает толк в Афинке. Второй вариант 2. Третий вариант 3. И четвертый вариант, что? Все, ухожу из теста. Да нет, уже ж предпоследний вопрос, как я могу уйти из теста. Если кто не знал, мне прислали 2 золотых кнопочки по ошибке. Ну, или просто, потому что мы с вами такие классные. В общем, ссылочку на видео, там, где я рассказываю про 2 золотых кнопки, я оставлю в описании. Все, 2. Я нажимаю 2. И десятый вопрос. Ну вот, тест подошел к концу. Как тебе тест не влияет на результат? Ну, хорошо, не влияет на результат. Так, класс. Так себе. Ушла с теста. Норм. Так, класс. Мне понравился тест. Сейчас. Класс. Итак, тан-тан-тан-тан, барабанная дробь. Сейчас, сейчас. И показать результат. Вы это видите? Вы набрали 6 баллов из 9. 6 баллов из 9. Нормально, но советую все равно подучить Афинку. Я набрала 6 баллов из 9. Я, Афинка, проходила тест на знание Афинки и набрала 6 баллов из 9. Вы вообще представляете? Я в шоке. 6 баллов из 9. А где я могла ошибиться? Слушайте, ну это вообще. Афинка не прошла тест на Афинку. Так, ладно. А где я могла ошибиться? Сейчас я обновлю. И чуть-чуть, и быстренько перепройду. Вообще быстренько. Первая Алина. Это я точно знаю, что меня зовут Алина. Но тут уже вообще, вообще сомнений нет. Так, любимое животное Афинки. Ну, единорожки были. Ну, давайте котики выберем. Котиков же я тоже люблю. Как зовут мужа Афинки? Виталий, это я точно знаю, это вообще без вариантов. Сколько лет Афинки в 2017 год? Ну, 16. Ну, другого варианта тут нет. Лимонад или сок? Лимонад я уже выбирала, значит сок. Малинка или клубничка? Клубничку выбирала, давайте малинку выберем. Любимый цвет Афинки? Красный. Мне кажется, я когда-то даже говорила, что мой любимый цвет красный. И я действительно его люблю. Но розовенький я тоже люблю. Когда день рождения? 31 июля. Это я тоже 100% знаю. Две кнопки тоже 100%. Тест класс. Показать результат. 6 баллов из 9. Да я же все же, я же, я же выбрала все противоположное. Опять 6 баллов из 9. Как так? Интересно. Если вы будете проходить этот тест, то напишите в комментариях, сколько у вас баллов из 9. Я в шоке. Я просто в шоке. Я прошла тест на себя и провалила его. Это такое могло случиться только со мной. Провалить тест саму на себя. Ой, ну это вообще. Интересно, как нужно ответить, чтобы все было правильно? А если вообще какие-то совсем неправильные ответы давать? Вот смотрите. Как зовут Афинку? Что за глупый вопрос? Афинка, конечно же. Давайте этот выберем. Любимое животное Афинки? Откуда мне знать? Как зовут любимого мужа Афинки? А-а-а-а. Я не знаю, что выбирать. Сколько лет Афинки? 2017-й. Ну давайте. Так, ну этот вопрос просто не обсуждается. Ты уже достала. Малина и клубника. Вот эти вопросики давайте выберем. Цвет любимый? Ну пусть будет желтый. Есть. Когда день рождения Афинки? Хнык-хнык. Я уже сама в себе сомневаюсь, если честно. Ну очень глупый вопрос. Сколько золотых кнопок? Автор ты чё? А, не, одна автор ты чё? Подожди. Что? Все, ухожу из теста. И вот класс. Показать результат. Я набрала ноль баллов из девяти. Ноль. Не, ну правда, ну я же абсурдные вообще ответы делала. Ноль баллов из девяти. Мда, ты не сильно знаешь Афинку. Ладно. Ну на самом-то деле я шесть баллов набрала из девяти. Как такое возможно? Ну ничего. Я еще потренируюсь. Я еще буду узнавать себя. Надеюсь, когда-нибудь я пройду этот тест на девять из девяти. Нужно, наверное, пересмотреть свое видео и познать себя. И тогда я пройду тест на отлично. Если вам понравилось это видео, то не забудьте про пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok